И еще один ролик для себя. Вчера попробовала расшарить информацию, так что же находится в том клубне, который мы относим к этническим, там где хранится информация об этносах, о национальностях. Я думала о государствах, что есть территориальная привязка, так вот пока я территориальные привязки не нащупала, я нашла этнические, все-таки национальные привязки, национальные особенности. И очень интересно получается, структура клубни представляет собой структуру сот. Каждая сота имеет свой период роста, вызревания и потом схлопывания, и потом на это место заполняется другими сотами, или же эта сота начинает новый цикл, но это уже будет не это, а новое. То есть как будто цивилизации проходят и потом схлопываются. И в этом плане, когда я задавала вопросы, расшаривала информацию, задавала вопросы, мне очень четко пришла информация. Был такой ученый в 60-70-х годах, если мне не изменяет память фамилия его, Балакохуэлл, но могу ошибиться там буквами. Он провел 25 экспериментов с мышами, когда он садил в одну клетку мышей и устраивал там идеальные условия для их роста, вы можете почитать об этом в интернете. Идеальные условия для роста и потом разделил фазы мышиной цивилизации, когда мыши очень быстро размножались, у них было все классно, потом, когда замедлялся рост размножения, потом, когда возникали критические точки социального взаимодействия в мышином социуме. И там наступала фаза, когда старые мыши загрызали молодых мышей, молодые мыши становились гомосексуальными, то есть были лесбиянки, были гомосексуалы, потом появились мыши красавицы и красавцы, те, которые вообще не хотели размножаться и вступать в половые связи, и те, которые уходили из социума. И заканчивалось это тем, что оставались только старые мыши, вымирала последняя самка репродуктивного возраста, и после этого размножение мышиного социума прекращалось, и он снисходил на нет, то есть было падение цивилизации. Эксперимент был повторен 25 раз, 25 раз был один и тот же результат, за это дело человек получил Нобелевскую премию, к нему приезжал папа римский. И дальше, вот мне вчера эта информация начала очень круто разворачиваться, как под основу привязки к материальной реальности. Потому что в это же время было четко сформулировано, что аналогично развиваются социумы человеческие, да, то есть есть фазы, которые показывают на определенных фазах развития, когда появляются там гомосексуальные связи, когда появляются самки и самцы, которые не хотят размножаться, когда старые мышцы, мыши задавливают молодое поколение там и так далее, когда нет возможности ему проявиться и развиться и так далее, тогда цивилизация идет на отмирание. Конечно, у человека все это значительно сложнее, все эти процессы, и просто мышиный социум взять и переложить на сознание человека было бы неразумно. Но очень интересно, когда начали разворачиваться картинки, показывающие Европу, где действительно уже последняя фаза мышиная у них в разгаре. И потом интересен любопытен факт, когда Папа Римский там в 70-х годах приехал, были переговоры, были решения и так далее, потом вот оно так классно формировалось в пространстве. И вот Европу сейчас войны на Дальнем Ближнем Востоке, да, на Ближнем Востоке, и потом переселение человечества из Сирии. Почему-то же Восток бежит не в Африку, где куча землей, где, пожалуйста, беги, реализовывайся, как хочешь, строй города, строй цивилизации, возьми рядом с Саудовской Аравией в пустыне, построй чего-нибудь. Но они же бегут в Европу, да, и что-то их заставляет туда бежать, и потом спариваться с местными самками, и язык уже видоизменяется, когда слышишь немецкий язык, он оказывается совсем не немецким, потому что на нем говорит араб, и он полуарабский, полунемецкий. Но очень интересно, все видоизменяется, и вот эти вот штуки, проявленные на Европе, показывают, как раз цивилизация схлопывается. Но все материальные ценности, которые наработаны в этот период на этой территории, они оказываются переданы другой цивилизации, которая на сегодняшний день менее развита, но она имеет перспективу на размножение, на поддержание физических тел, на то, что данная территория будет заселена, и она будет продолжать дальше развитие. И, наверное, аналогичным образом, вот это та же информация, которая шла вчера, аналогичным образом были переданы знания индусам в свое время, которые породили буддизм. Вопрос, каким образом будут эти знания, которые накоплены цивилизацией, использованы в дальнейшем, будут рассказывать про летательные аппараты, как про виманы, что там будет нечто летать, которое непонятно как летает, или все-таки будут люди, которые будут знать техническое устройство и продвигать развитие цивилизации дальше. Все зависит от того, на какой стадии произошло соединение вот этих разных этнических групп для того, чтобы цивилизация вообще не загнулась, для того, чтобы не схлопнулась вот эта сота. Потому что эта сота, она не бывает пустой, потому что другие соты занимают ее место, или в этом месте начинает расти новая сота. Очень интересно. Соответственно, там меняется программное обеспечение, и там меняются определенные частотные характеристики. То есть для того, чтобы сота вышла на максимальное вот это расширение, это полное материальное благополучие, это высокий уровень, достаточно высокий уровень частотный. Если брать по частотному диапазону, но дальше жесткие рамки конструктивные, которые есть в социуме сознания, они мешают. То есть здесь тоже есть рамки, здесь тоже есть программы-ограничители. Если эти программы-ограничители снести, то, возможно, не понадобится переселение народов. Возможно, достаточно коррекции вот этих рамок. И в этом плане вот эта тема становится очень интересной, потому что она реально может привести к очень бурному расцвету, развитию, потому что все в рамках программ. Вот эти программы этнические, это тоже программы, их точно так же можно сносить. Вопрос, может это снести одно сознание, или для этого надо объединить там 120 сознаний, 200-300, да, для того, чтобы они точечно повоздействовали, поразносили эти программы в пух и прах и дали неимоверное расширение. Но вот это расширение сознания, оно, как правило, будет и расширением территориальным. Там связь между этим существует. Вопросов больше, чем ответов. На самом деле, чем глубже лезут, чем дальше в лес, тем больше дров. Потому что вот эти вот соты, когда мы их проходим, да, вообще вот эта вот ячейка может быть одной огромной сотой. Если мы поубираем вот эти вот рамки в каждой из сот, да, но тогда, тогда, получается, и ресурсные травмы вот эти вот будут качаться на других частотных состояниях. И картина мира у людей будет рисоваться совсем другая, не та, что сейчас рисуется. Просто удивительные моменты. Чем больше получается, чем более ограниченная нация, чем больше в ней ограничивающих рамок, тем быстрее вариант ее схлопывания. Вот это вот то, что было очевидным. Очевидным, что эти рамки можно менять. Эти рамки можно удалять, отменять. Эти рамки, с ними можно работать. В общем, пока замолчу, потому что там есть еще очень крутая тема. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok